Меня зовут Илья. Я работаю в Альфа-банке и я сейчас немножко расскажу о себе. Началось это все в 2013 году. Я тогда решил заниматься ее с разработкой. Началось это все с такой штуки, как Cocos 2D. Возможно, кто-то помнит, это был такой движок для создания игр. Соответственно, мы там что-то пилили с ребятами. Было интересно, прикольно, но в App Store это, конечно же, не вышло, потому что там третий курс института и не будем об этом. После этого я поработал в нескольких стартапах. Там все достаточно весело было. Ну, стартапы, я думаю, кто-то тоже в них работал. Кто, кстати, работает в стартапах, поднимите руки, пожалуйста. Ну, не так много, но как бы неплохо. Также у меня есть несколько своих приложений, одно из которых имеет рейтинг 5.0 в App Store. Я немножко этим горжусь. Вроде здорово. Конечно, я работал с Objective-C и немного меньше с Swift. В том. И последние два с половиной года я работаю в Альфа-банке. И сегодня мы с вами поговорим о приложениях. У кого есть какие-то свои приложения, кто делает их дома и гордится этим? Давайте поднимаем руки. О, неплохо. А кто работает в каких-нибудь маленьких компаниях? Вот те же стартапы, про что я говорил. И давайте теперь, кто работает в больших компаниях. Здорово. Ну, так вот, в любом случае, в какой-то момент мы понимаем, что наше приложение классное, все хорошо, а потом раз, и вроде есть кто-то еще. Этот кто-то еще, возможно, даже чуть-чуть лучше, чем мы. Но вроде не страшно, нас не так много. А чуть позже мы понимаем, что на самом деле их еще больше. Это все наши конкуренты, и что-то с ними надо делать. А потом, представьте, заходит пользователь в App Store, и он видит огромную тучу приложений, и где-то там вы. На самом деле этих приложений очень много. Я не помню, к сожалению, статистику и пла, но это не важно. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, что такое петля обратной связи от пользователей, почему это важно, как с помощью всего этого собирать быстрый фидбэк, и почему это тоже важно для ваших приложений, как реализовать систему фич-токлинга, которая сможет помочь вот со всем с этим. Поговорим о том, что это, закодим ее, и под конец я еще дам несколько советов, как это лучше использовать. Итак, про обратную связь. Какие у нас вообще есть пути, чтобы вывести наше приложение в топ, если мы не будем говорить о покупке рекламы, что-то еще. Мы знаем, что у нас есть конкуренты, они что-то делают. Здорово. Как обогнать их? Можно просто их копировать. То есть мы возьмем у одного чего-нибудь классное, у другого чего-нибудь классное, и вроде как мы тоже классные. На самом деле нет. Почему? Когда вы копируете конкурентов, вы становитесь такими же, как они. Вы не можете стать лучше. И проблема в том, что пользователи не знают сами, чего они хотят, пока вы не покажете им, что можно было сделать по-другому. Поэтому единственный способ стать первыми, это делать что-то, экспериментировать и идти вперед. Собственно, этот несложный процесс отображен на схеме. Мы что-то разрабатываем, потом что-то релизим и получаем обратную связь. Звучит довольно-таки просто. Соответственно, взяли, запилили. Чем быстрее запилили, тем кажется, быстрее релизнем. Чем быстрее релизнем, тем быстрее получим обратную связь. Отлично. Должно быть все просто. Соответственно, мы просто этот цикл оптимизируем и как бы супер, мы получаем быстро обратную связь. Но не все так просто. Кто тестирует свои приложения? Ну, что-то совсем мало. Но неплохо. Наверное, у вас у всех есть QA, да, там стартапера уже нет. Окей. Тестирование – это первое, на самом деле, место, где может пойти что-то не так. Тестировщики приходят к вам и говорят, все, короче, не работает. Иди заново пили свою фичу, мне не надо это смотреть. Второй момент, когда что-то может пойти не так, это момент ревью. Функциональность может как-то не работать. Apple посмотрели на это и опять отправили вас назад. Как-то с этим совсем надо бороться и что-то делать. Окей. В результате это приводит к тому, что, казалось бы, простая функциональность делается достаточно долго. Вместо того, чтобы запилить что-то быстро за неделю и получить фидбэк, мы уже второй месяц это разрабатываем. Кажется, все с таким сталкивались когда-то. Соответственно, в какой-то момент приходит та дата, когда уже все готово. Вот мы все протестировали, все хорошо. Выпускаем это в релиз. И кажется, надо радоваться. Но получается как-то так. Почему? Ну, потому что мы потратили очень много ресурсов, выпустили что-то классное, а пользователи посмотрели и такие, ну, что-то такое. И, короче, все. Не полетело. Все надо начинать заново. Продукты расстроены. Если у вас есть продукты, вы тоже расстроены. И, короче, не работает. Как с этим можно бороться? У всех отпаливается кликер в какой-то момент. Это нормально. Посмотрим пример. Пусть мы пиццерия. Мы хотим как-то выделяться на фоне других. И мы решили, что мы будем делать доставку пиццы с помощью дронов. Никто такого не делал. Вроде прикольно. Должно зайти. Мы хотим померить интерес на эту фичу. То есть понять, пользователю вообще надо это. Будет ли кто-нибудь этим пользоваться. С чего мы начнем? Ну, можем начать с какого-нибудь опроса. Просто поспрашиваем людей. Но кажется, что в этом случае инфа будет не слишком релевантная. Кто-то не пройдет опрос, кто-то пройдет, но это все теория. Это обычно мало общего имеет с практикой. Другой вариант. Другой вариант – это добавление кнопки, которая будет всегда выключена. То есть по нажатию на нее ничего не будет происходить, кроме одного действия. Отправление события в нашу аналитику о том, что пользователь на нее нажал. Таким образом мы померяем спрос на данную функциональность. Но кажется, огребем много негатива из-за того, что у нас кнопка просто не работает в приложении. Другой вариант. Это нам не подходит. Алерт. Классно, замечательно. Все их делали. Мы закупили сколько-то дронов. Они же дорогие. Мы не умеем ими пользоваться нормально. Они у нас там в деревья врезаются. Купили пять штук. И раскатили на всех возможность доставки дронами. Соответственно, когда они у нас заканчиваются, пользователю показывается «сори, чувак, попозже». Ну, опять же таки, вроде работать будет, но негатива мы огребем нормально на этом. Не будем так делать. Мы же инженеры. Мы знаем о том, что есть бета-тестирование. Есть тест-слайд, есть фабрик, есть какие-то еще решения, которые позволяют это делать. Давайте просто запилим функциональность и сделаем специальные сборочки, в которых она будет работать. Вроде бы здорово и должно даже прокатить. Но есть проблема. Получить вторую сборку на телефон не из App Store достаточно сложно. Пользователю нужно будет проделать какие-то действия. И, скорее всего, это проделают только лояльные клиенты. Опять же таки, они мало общего будут иметь с теми, для кого мы реализуем нашу функциональность. Поэтому тест тоже будет очень приблизительный. Хочется все же сделать как-то так, чтобы это все работало в продакшене и без нас. Давайте напишем код. Код будет достаточно простой. Это код, который возвращает доступные для доставки методы. Соответственно, в нашем случае он показывает кнопку каждому десятому пользователю. Как только мы написали такой код, я могу вас поздравить. Мы сделали то, что называется feature flag. Это немножко, конечно, сложнее. И сейчас мы поговорим о том, что это такое вообще. Feature flag – это такие механизмы, которые позволяют управлять определенной функциональностью для определенных категорий людей. Например, мы можем включить доставку дронами только для людей, кто сделал больше трех заказов в нашей пиццерии, и при этом они моложе 25 лет. Считаем, что это релевантная категория людей для нашей функциональности. Соответственно, все ок. Кроме того, мы можем с помощью этого механизма делать так называемые фейс-релизы. Это Apple представили этой осенью для своих приложений. Там это работает достаточно строго, 7 дней и раскатились. С помощью такого механизма в вашем приложении вы сможете это сделать как угодно гибко и управлять каждой фичой отдельно. И третья большая вещь – это AB-тестирование. Если вдруг кто не знает, AB-тестирование – это такой вид тестирования, когда пользователю показывается два примерно одинаковых экрана с минимальными различиями. Например, цвет какого-то блока. И в зависимости от цвета меняется конверсия. Такое мы тоже можем сделать, используя фич-флаги. Обратимся к Мартину Фаулеру и вообще посмотрим, какие виды флагов есть. Их есть не так много, всего 4, поэтому это будет быстро. Есть релизные – это флаги, которые живут от релиза в релиз. Они на самом деле редко живут больше и около одного месяца. С ними все просто. Есть флаги для экспериментов. Они изменяются при каждом запросе и при каждом входе могут уже по-разному работать. Это то, что можно использовать для AB-теста. Есть так называемые Ops-флаги, которые нужны поддержке для управления какими-то критичными местами приложения. И есть последний вид флагов – это permission. Если кто-то делал enough purchase или сталкивался с ними, соответственно, это вот оно и есть. Подписку оплатили – все работает. Подписки нет – ничего не работает. Давайте покодим чуть-чуть, посмотрим код. Мы хотим сделать то же самое. Управляем дронами и делаем гениальную штуку. У нас есть метод, который возвращает нам методы получения заказа. Мы просто комментируем строчку и заливаем другую. Поднимите руки, кто комментирует свой код. И не делайте так. Хорошо. Тем не менее, это релизный фич-тоггл. Отлично. В принципе, работает. Но управлять этим с сервера или с бэкэнда мы не можем никак. Кроме того, когда к вашему проекту подключится какой-то человек, который вообще со стороны не понимает, что происходит, он посмотрит на это и, скорее всего, удалит этот код. Немножко по рефакторам. Вроде бы стало чуть лучше. На самом деле абсолютно то же самое. Просто теперь у нас есть флажок, который говорит нам о том, что у нас доставка дронами включена. Ладно. Что-то такое. Не очень. Хочется, чтобы был какой-то метод достаточно простой, который сможет нам говорить о том, что мы можем сейчас добавлять доставку дронами. Как можно реализовать данный метод? Да, достаточно просто. Возьмем просто словарь, который будет string.bool. Этот словарь мы где-то заполним в нашем приложении. Ну и, собственно, метод будет просто обращаться в словарь и смотреть, включена данная фича или нет. Вроде бы и все. То есть мы запилили систему фичитоглов. Классно. Есть несколько проблем. Первая – эта штука работает со стрингами. И как только вы сделаете первую опечатку, это будет примерно через два релиза, то о том, что вы ее сделали, вы узнаете только в продакшене. Потому что во время тестирования вы подумаете, что, блин, ну, наверное, там просто выключено на сервере, все нормально, а на самом деле нет. Справиться с этим достаточно просто. Переходим от стрингов к инамам, и все работает отлично. Соответственно, целевой метод будет выглядеть примерно так. У нас будет какой-нибудь сервис, который отвечает за наши фичи. У нее есть метод, который возвращает, включены они или нет. Ну, и, соответственно, передаем ему просто имя из инама. Как эта штука должна работать? То есть сейчас мы знаем, что у нас есть приложение и есть наш фичи-сервис. Он должен откуда-то брать данные. Предположим, что это будет какой-то сторидж. Источников данных у нас будет несколько. Сейчас расскажу, почему. Из очевидного там точно будет… Немножко не туда. Итак, фичерс – это будет наш файлик, в котором мы будем хранить, собственно, этот инам с названиями фич, просто чтобы он не мешался нам в коде. Фич и сторидж – это будет агрегатор данных. Почему нам нужен агрегатор данных? Он нам нужен потому, что у нас будет несколько источников данных. Первый – это API. Это ваш бэкэнд, откуда вы можете загрузить включенные фичи и отобразить их пользователю. Но дальше есть проблема. Любой бэкэнд может лежать. С ним может что-то случиться, вы можете не оплатить хостинг, может что-то отвалиться. Короче, не суть. Нужно кэшировать данные. Соответственно, у нас будет отдельная сущность, которая будет отвечать за кэш. Ну и мы хотим сделать хорошо, поэтому мы предусмотрим ситуацию, когда у пользователя нет ни того, ни другого. То есть у нас и лежит часть бэкэнда, при этом у нас нет кэша по какой-то причине. Соответственно, у нас будет набор дефолтных фич, который будет доступен всем пользователям по умолчанию. Ничего себе, какой большой код. Итак, таким образом, наш инамчик немножко преображается, у него появляется специальная переменная, которая теперь отвечает за дефолтные фичи и просто нам их возвращает. Метод наш enabled, который был несколько слайдов назад, тоже чуть-чуть модифицируется, он теперь просто данные получает из сториджа, а на самом деле все то же самое происходит внутри. И самый интересный метод – это тот, который будет получать данные, агрегировать их и вообще понимать, откуда ему их сейчас взять. Соответственно, сначала мы пробуем их загрузить с нашего бэкэнда. Здесь должен быть какой-то сетевой запрос, но в нашем случае мы просто вернем моковые данные, нам это сейчас не нужно. Думаю, запрос к серверу все смогут написать. Соответственно, мы загружаем данные и как-то их обрабатываем. Обрабатываем мы их достаточно просто, мы просто их парсим. И, соответственно, если нам пришли определенные фичи, то мы их показываем пользователю как включенные. Если фича не пришла, значит ее нет для текущего пользователя. После этого мы обновляем данные в кэше, делаем это асинхронно, потому что мы не хотим, чтобы наши пользователи лишний раз ждали. Если по какой-то причине из бэкэнда данных мы не получили, то мы берем их из кэша. Ну и если в кэше их нет, то мы их берем из дефолтного хранилища. В итоге вся самая сложная логика нашей системы фич-тоглов умещается на одну страничку и кажется не такой уж и сложной. При этом оно все достаточно просто покрывается тестами за счет того, что мы правильно поделили компоненты. Как же это все отражается на нашем релизе и почему это помогает нам ускорить разработку? Помните, мы говорили про такую картинку? У нас здесь было несколько петель. Система фич-тоглов поможет нам задеприкейтить как минимум одну из них. Теперь, если во время тестирования у нас сломалась одна из фич, которую мы хотим зарелизить, например, из 10, то мы ее просто выключаем и идем дальше. Эту фичу мы пофиксим в следующем релизе, тем самым те оставшиеся 10 дойдут до релиза намного быстрее. То же самое работает и с ревью. Если у нас есть косяк в какой-то новой функциональности, мы его просто выключаем и идем дальше. Также мы теперь умеем делать оба-тесты. Соответственно, что-то присылаем, что-то не присылаем. И также мы можем попроцентно раскатывать. Это уже логика на бэкэнде. Мы ее сейчас не будем разбирать. Вопрос. Хватит ли нам этого, чтобы вывести наше приложение в топ? Нет. Конечно же, для этого нужны метрики. То есть мало того, мало научиться быстро релизить приложение. Нужно понимать, что происходит с ним в продакшене. Нужно уметь анализировать, как пользователи ведут себя, что им нравится, а что не нравится. Это тема отдельного доклада, поэтому если вам интересно это обсудить, подходите ко мне после доклада. Я вам расскажу, чего мы умеем делать на эту тему. А сейчас еще чуть-чуть. Давайте поговорим о гите. Как фичер-токл может нам помочь работать с гитом? Есть достаточно стандартная проблема, когда мы разрабатываем фичи. Мы делаем ветки. Ветки это хорошо, но иногда ветки бывают большие. И бывают такие фичи, которые идут очень долго параллельно с веткой разработки. Соответственно, здесь проблема в том, что мы вынуждены постоянно подмерживать в них деф. И это не очень здорово. Там бывает много конфликтов. А если у вас больших веток несколько, то это вообще головная боль. Потом вы это все сливаете в деф. И, ну, в общем, плохо. Как фич-токл решают эту проблему? Сейчас расскажу. Начинается все так же. Мы создаем ветку, и кажется, что все хорошо. Опять у нас пошла большая фича, и надо что-то с ней сделать. Мы ее можем влить в деф. Просто так, в неготовом состоянии. Почему? На самом деле просто. Потому что мы закрываем ее фичи-токлом. У нас фич-токл в ветке разработки выключен. Соответственно, это никак не влияет на функциональность приложения, и мы даже в таком виде уже сможем уйти в релиз. Соответственно, разрабатывать большие фичи нам становится намного проще, потому что мы постоянно не мерзжем вот это все. Но с фичи-токлами есть, конечно же, и проблема, а точнее, накладные расходы, которые они несут. Первая проблема – это тот замечательный иннам, о котором мы говорили в самом начале. Соответственно, примерно через 2-3 недели он у вас очень быстро разрастется, будет огромный, не структурированный, и найти в нем что-то будет просто невозможно. Решить это можно достаточно просто. Даже если просто это как-то кластеризовать самим, это уже будет намного читаемее и удобнее. Следующая проблема, о которой стоит подумать, это тестирование. У вас же есть тестировщики в командах, правда, да? У всех. Ну, предположим, что да. Так вот, они могут к вам прийти и сказать, смотри, мы сделали 10 фичи-токлов, теперь мне надо проверять в 10 раз больше состояние приложения. Мне надо проверить все комбинации, и тут его надо вовремя остановить. Этого делать не нужно. Мало того, что фичи-токлы, скорее всего, не пересекаются между собой, так еще и при этом проверять нужно только новую функциональность, потому что старая у нас работает уже хорошо, потому что в прошлом релизе она работала хорошо. Поэтому это все не так страшно. Но есть другая проблема. За счет того, что у нас остается и старый, и новый код, мы не можем просто так рефакторить приложение. То есть, когда мы что-то рефакторим, мы это закрываем фичи-токлом и оставляем старый кусок кода тоже. Соответственно, код у нас не удаляется, его очень много, и с этим надо что-то делать. Есть несколько подходов. Некоторые команды добавляют специальные таски в свои системы баг-трекинга. Это может быть Jira, Trello или любое, что вы используете у себя на работе. Другой подход – это делать так называемый time-to-leave. Это тот момент, когда фичи-токл просто перестанет работать. Как по мне, это слишком жестко, и мой любимый следующий способ, который называется time-бомбы. Если вы пишете тесты на свое приложение, то это классно работает. Через какое-то время у вас просто перестает проходить тест на этот фичи-токл, и вы его убираете, убираете весь старый код, связанный с этим, и красота. Ну, еще один момент, который упрощает… Блин. Сейчас. В общем, еще один момент, который упрощает жизнь со всем сетем – это верхняя граница. Как только у вас становится больше 20 фичи-токлов, например, вы не можете добавлять новые, не удалив старые. Итак, таким образом сделать систему, которая позволит управлять функциональностью вашего приложения прямо в продакшен, не особо-то и сложно. Кроме того, скажу по своему опыту, что это классно. Мы внедрили такую штуку в Альфа-банке примерно в сентябре прошлого года, и после этого скорость разработки, точнее время между релизами, у нас сократилась более чем в два раза. Если раньше мы релизили приложение примерно раз в месяц, то после этого мы стали его релизить раз в полторы недели. И это при том, что у нас работает 15 команд параллельно. Поэтому, если вам кажется, что вам это абсолютно не нужно, что это все какая-то хрень, и вы зря потратили эти полчаса, это не так. Попробуйте. Для того, чтобы вам было проще, я сделал специальные репозитории на GitHub и огромный QR-код, чтобы он обязательно считался у каждого. Кажется, у меня самый большой QR-код в этой аудитории за сегодня. И, конечно же, если у вас будут любые вопросы по этой теме, вы можете написать мне куда-нибудь, и я с удовольствием отвечу. На этом все. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. А, не, а пока все фоткают, давайте селфи сделаем, прежде чем вопросы пойдут. Вот там было классно так с телефонами. Вот, а теперь вопросы. Илья, привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Есть ли какое-то отношение к тому, что флаги… То есть допускаете ли вы такое, что флаги остаются в приложении, в продукте навсегда? Да, смотри, да, я про это говорил, что у тебя может… Давай не так. Это зависит от нескольких факторов. Первое. У тебя могут быть такие флаги, которые должны жить всегда, которые управляют какой-нибудь критичной функциональностью. И если, например, у тебя на бэкэнде не работает, не знаю, что-нибудь связанное с оплатой, то ты выключаешь полностью функционал оплаты. В принципе, окей, такое может быть. У нас сейчас такого нет. Мы стараемся удалять все фичи-флаги, которые отжили свое. Допустим, что для какой-то категории аудитории вот этот флаг должен обязательно всегда быть включен. Такое может быть, если это связано, например, с правами доступа. Окей, спасибо. Пожалуйста. Илья, привет. Спасибо за доклад. Привет, Женя. Привет. Такой вопрос, наверное, немного сложно попробовать его просто объяснить. Вот фичи-флаги внутри может быть не просто буллин, типа включен-выключен, а может быть какое-то условие вшито. Причем, так как ты рассказывал про то, что есть кэш, который берет с сервера данные дефолт-значения, скорее всего, эти условия в виде выражения могут быть вшиты в клиент. В начальном виде. Ну, в примере кода была история про то, что там типа каждый десятый имеет эту фичу включенной. Это некоторые условия. Соответственно, вот эти условия, которые не думали на то, чтобы эти условия присылать динамически. Короче, делать такой фичи-тогглинг с динамическими условиями, которые могут с сервака прилетать на клиент. Или может оно так и есть? Спасибо за вопрос. У нас есть ряд экранов, которые работают так. То есть у нас есть ряд экранов, которые формируются динамически, вообще не связаны ни с чем. Просто какой набор полей пришел, такие отрисовали. Это немножко для другого. То есть это хорошо работает для каких-то форм, которые надо заполнить. И, например, для оплаты любых там мобильных, не, не мобильных, там коммунальных услуг и вот так далее. В этом кейсе здесь скорее про какую-то большую новую функциональность. Например, ты делаешь новые переводы с карты на карту. У тебя есть старые, которые в принципе работают, а новые в них совершенно другой дизайн. И мы не знаем, как пользователи на это отреагируют. Мы не можем на десятки миллионов человек раскатить это все, а потом огрести. Ну, можем, но мы так не любим делать. Соответственно, для этого мы используем фич-тогглинг. Ну, понятно. Тогда получается, что как бы логика распределения, там, не знаю, от геопояса, от там… Она на бэкэнде. Она на бэкэнде. Все. Спасибо. Пожалуйста. Там слева вот вопрос. Спасибо за доклад. Как вы договариваетесь между командами, кто включает фич? Ну, то есть кто включает фичи и не бывает ли проблем, что тестировщики сказали, что фичу надо выключить, а кто-то включил случайно. Спасибо. У нас это достаточно просто работает. У нас есть поддержка, которая отвечает за то, в каком состоянии приложение сейчас находится в продакшн. Поэтому включенными фичами в продакшн тоже может управлять только поддержка. Они между собой… Если они считают, что там что-то идет не так, они просто выключают, и дальше ты им звонишь по телефону и говоришь, ребята, почему вы выключили мою фичу? Все же хорошо было вчера. Они тебе говорят, что нет, там все лежит давно. Вот как-то так. Спасибо. Привет, еще раз. Илья, а как происходит синг этих фичатаглов между iOS и Android? То есть я так вижу у вас файлик в свифте, который в принципе в итоге опять же мапится в некие строчки, да, для названия фич. И правильно ли то, что такие же строчки в принципе как-то здесь реализованы на Android и у вас общее хранилище этих фичатаглов? Вот такой вопрос. Ну да, все правильно. В Android точно такие же ключи, точно такой же eNam. И мы живем с одинаковыми ключами. А, то есть прям один в один фичи? Да. Спасибо. Там еще сзади вопрос. А были ли у вас какие-нибудь веселые истории? Например, пользователь открыл вклад, а вы ему выключили эту фичу потом? У нас были веселые истории, и я про них могу рассказать лично после доклада. Спасибо.